А если лояльность не проявишь, придут опричники, все отберут, а тебя повесят. Все. И вот эта условная собственность, или как говорят власти собственность, она сохранилась до сих пор в России. А вот смотря на сегодняшнюю Россию, есть ли у нас какие-то надежды на что-то другое? Какие могут быть подвижки по поводу частной собственности в современной России? Они получили участки земли в частную собственность и восприняли верховенство права, обязанность действовать по закону и человека простого, и власть имущего, как норму, как закон. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в студии Петр Сергеевич Филиппов, политик, публицист, автор проекта «Уроки 90-х». Здравствуйте, Петр Сергеевич. Добрый день. Люди часто задают вопрос, почему римское право, где все люди были равны перед законом, прижилось в Европе, но не прижилось, например, в России? Вот почему так происходит? Ну, тогда нам придется разобрать вопрос о том, что такое естественное государство и как эти естественные государства складывались во всем мире, не только в Европе. Так вот, сегодня первобытные племена, как ни странно, до сих пор сохранились в джунглях Амазонки и даже на некоторых островах Индонезии. Это племя 30-40 человек. Отношения между людьми чисто семейные. Живут тем, что собирают фрукты. Ну, дикие фрукты в лесах. А вот остальное человечество, оно примерно 10 тысяч лет тому назад совершило неолитическую революцию. То есть, люди научились выращивать хлеб и вести скотоводство. Люди получили очень мощные источники еды. И это привело к тому, что численность человеческих сообществ стала быстро-быстро увеличиваться. Появились сообщества размером численностью. Там, в тысячу, в пять тысяч, в десять тысяч, даже в сто тысяч человек. Но вот что интересно, уже семейные отношения между людьми в таких сообществах просто быть не могли. Во всяком обществе всегда находятся специалисты по насилию. Люди с бандитскими наклонностями. То же самое было и 10 тысяч лет тому назад. Вот эти бандиты, они ставили своего предводителя фараоном или князем, или шахом. А сами жили за счет того, что собирали дань с крестьян. Вот это и было естественным государством. Таких государств, естественных, было полно. Они занимали всю территорию земли. Они были даже в Южной Америке до того, как туда приплыли испанцы. Вот эти естественные государства, они не предусматривали частной собственности. Наоборот. Ну, скажем, тому же самому Ивану Грозному. Ну, зачем была нужна частная собственность крестьян. Вместо этого давали землю общине. Община распределяла на участке по числу мужиков в семье. И люди Ивана Грозного собирали дань с крестьян. Не только они. Когда были монголы, монголы собирали. В других странах шахи собирали. Но не важно. Важно брали дань. За счет этого правящий класс и жил. А частной собственности, а тем более равенства перед каким-то законом, нет, этого не было. Им это было не нужно. Ну, вот вы сказали про обычных людей, про правящую верхушку. А вот как насчет вот этой категории купцов, торговцев? Что было с ними вот в эти времена? Они имели право владеть своим товаром, своими обозами, своими конями. И могли так вести свой бизнес, пока были лояльны к царю, шаху или князю. Поэтому получалось, что у них собственность была условная. Пока ты в оппозицию не перешел к князю, ты можешь этим владеть. А если что-нибудь произойдет, а если лояльность не проявишь, придут опричники, все отберут, а тебя повесят. Все. И вот эта условная собственность, или как говорят власти собственность, она сохранилась до сих пор в России. Вот наш олигарх Абрамович признался, что все его миллиарды, это миллиарды, которые он имеет с разрешения нашего царя президента. Если не понравится, отберут, и он отдаст. И так, повторяю, было не только в России. Это было и в Персии, это было и среди арабских стран, все прочее. Но так не было в Греции, в Древней Греции. Вы сказали про греков. А что было с ними? Что произошло в Греции? А там сыграло большую роль природные условия. Греки жили на узкой полоске берега, земли, вдоль гор. Горы защищали их от кочевников. А земля была каменистая, ее надо было удобрять, камни убирать. И эти земельные участки обычно обслуживали и вели в свое хозяйство семьи из поколения в поколение. И у греков выработалась традиция, ощущение, что это их собственность, их частная собственность. Кроме того, греки занимались торговлей. Значит, нужны были торговые суда, лодки. И это тоже была частная собственность. Это тоже принадлежало семье. И тоже передавалось по наследству. И в итоге греки узаконили частную собственность. Мало того, они еще и узаконили суд. Ведь им хотелось, чтобы права вдовы после смерти хозяина тоже были защищены. Права детей были защищены. И тогда они взяли и договорили, что будет какой-то третейский суд, и он будет принимать решение. Все будут его исполнять. Поэтому в Греции установилась частная собственность, священная частная собственность, как говорят, и верховенство права. Монархов не было, была демократия, Афины, не было королей, шахов. После, когда Грецию завоевал Рим, а греки уже служили воспитателями в семьях римлян, то вот эту частную собственность, традицию частной собственности, переняли римляне. Потом, спустя много сотен лет, римские провинции завоевали франки и германцы. И что произошло? Они получили участки земли в частную собственность и восприняли верховенство права, обязанность действовать по закону, и человека простого, и власть имущего, как норму, как закон. Вот это принципиальное отличие Европы от всего остального мира. Это своего рода мутация. Вот каким-то образом, благодаря этим горам и морю, но произошло так, что в Греции, не как во всем мире, случайный выброс. Но он произошел. И он сыграл огромную роль в промышленной революции 200 лет назад. Потому что не было бы частной собственности, но кто бы стал заводить заводы и фабрики? Стал бы Форд собирать автомобили на конвейере? Не стал бы. Потому что в любой момент мог бы царь, монарх отнять от него. А так частная собственность появилась. И это здорово. А как проявилось отношение к частной собственности в России? К чему это привело у нас? Проявилось очень плохо. Наша элита, начало прошлого века, царское окружение, хотело, чтобы Россия стала Европой. И поэтому начали проведение столбинских реформ. Разрешили крестьянам выходить из общины. Крестьяне воспринимались общинниками как мироеды. Община – это мир. Если человек отнимает землю в общины, он мироед. Поэтому дома мироедов жгли. И сожгли примерно треть домов всех тех, кто вышел из общины. Но самое главное, что когда в 17-м году собрался Всероссийский съезд крестьянских депутатов, он постановил никаких столбинских реформ. Земля – это как мать родная, продавать ее нельзя. Вся частная собственность не нужна. А если нет частной собственности, нет и верховенства закона. То есть крестьяне, которые составляли подавляющее большинство русской нации, где-то там в районе 80 с лишним процентов, отвергают частную собственность. А что они хотят? Они хотят верховенства. Кого? Ну, царя, генерального секретаря, нынешнего президента можно было бы быть. И в итоге мы получили тот самый преступный режим большевиков-чекистов, которые уничтожили миллионы россиян. То есть именно это решение определило следующее развитие Советского Союза? Совершенно верно. Ведь в Красной Армии было солдат намного больше, чем в Белой Армии. И поэтому Красная Армия, которая не хотела частной собственности, сумела одержать победу. А вот смотря на сегодняшнюю Россию, есть ли у нас какие-то надежды на что-то другое? Какие могут быть подвижки по поводу частной собственности в современной России? Ну, давайте еще раз скажем. Нет частной собственности, нет верховенства права. Если есть только власти собственность, то есть условная собственность, значит, будет произвол. Но после 92-го года, когда появилась частная собственность на квартиры, и люди вдруг себя ощутили собственниками, приватизировав государственные квартиры, после того, как стал развиваться мелкий и средний бизнес, а он довольно активно развивается сегодня в стране, появились надежды на то, что у общества мозги станут европейскими. Что мы тоже воспримем принцип верховенства права, что мы тоже создадим правовое государство и будем жить, как в Европе. Пусть это будет не завтра, потому что еще слишком много людей советского поколения живет на земле. Но это будет, потому что молодые выступают за частную собственность, за минимальный размер государства, за то, чтобы государство не отбирало у нас половину того, что мы произвели на заводе или фабрике, а чтобы эти деньги оставались у нас. Вот для сравнения, поймите, в Соединенных Штатах Америки в стоимости любой кружки, любого чайника доля заработной платы 75%, а в России 30%. Это о многом говорит. Все остальное уходит в государство, уходит правящим чиновникам. Ну, вы сказали про молодежь. У молодежи всегда более прогрессивное мышление, поэтому я не могу с вами не согласиться, что нам просто нужна вот эта небольшая смена поколения, когда будет больше людей, которые выросли не при Советском Союзе, только тогда есть надежда на перемены. Я тоже надеюсь, что изменение политической культуры поколений приведет к тому, что Россия станет европейской страной не потому, что она находится в Европе по карте, а потому что люди в ней европейцы. Спасибо, Петр Сергеевич.